друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ольга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей а именно ролик уралки и сарафана про дуну ролик под названием вот что произошло с дуней от переживаний думала умру знаете я прекрасно понимала что уралка и сарафан будут пиариться на теме дуни до последнего до последнего будут пилить контент для них это в порядке вещей ну да когда не было дуни были бройлеры до бройлеров был приезд абдул которого тоже постоянно запихивают в каждый ролик и демонстрируют многие моменты в том числе и негативные моменты которые сарафан и уралка могли бы конечно же не снимать но при всем при этом продолжает активно снимать выставляя на посмешище абдугани и вот сейчас вот это вот ситуация с дуни да у дуни была операция да такое бывает да животные тоже болеют и у них тоже есть разные заболевания но опять же это не повод чтобы несколько роликов подряд выставлять на всеобщее обозрение болезнь дуни и все это дело снимать и рассказывать и прям целые ролики этому посвящать но если ты действительно любишь свою животинку то ты будешь оберегать ее да то есть после того как бы все вот это вот случилось и произошло блогер мог бы сказать вы знаете а у нас за эти дни да было такое такое вот была операция слава богу мое животное отошло да с ней все хорошо с нашей девочкой там все нормально с дуничкой все прекрасно и так далее все обошлось мы очень счастливы и спасибо да за добрые слова вот я считаю вот это было бы лучше всего потому что но не просто же так говорят да что счастье любит тишину и здесь тот же самый момент когда в принципе надо было немножко промолчать не показывать не выставлять как вот мы поехали до до этого они снимали ролик они поехали там значит ветвечебницу а вот сейчас как они ездили там делали ей операцию она все это показывает зачем но я прекрасно понимаю ответ на этот вопрос ради просмотров ради контента не переживали они столько настолько сильно за кошку потому что если бы переживали не стали бы этот момент снимать а вышли бы уже после спустя допустим несколько дней или спустя неделю сказали бы вы знаете вот мы молчали да не стали это говорить дабы не сглазить вот когда боишься да за кого-то за того кто тебе дорог ты боишься лишний раз слова сказать дабы не сглазить и все это прекрасно понимают да ну и сказали бы ладно вот мы не выстали показывать да а вот сейчас все хорошо все обошлось операцию сделали да сейчас вот этот послеоперационный период ездим в клинику и так далее и тому подобное и все бы поняли и все бы поняли что здесь действительно была забота и переживание за кошку вот это знаете название ребят вот что произошло с дуней от переживаний думала умру вы знаете если бы это сказал кто-то другой я бы поверила но после того как уралка да проявила себя и показала себя по отношению к маме которая не стала и по отношению к собственному мужу после смерти которого прошло буквально несколько недель и она притащила туда вот этого своего товарища товарища альфонса о каких умру может идти речь что там кошка ей если она так поступила и с мамой и так поступила со своим мужем и с мамой тоже все прекрасно помнят ситуацию да все прекрасно помнят я ее повторять не буду все прекрасно помнят эту ситуацию как и что и где кто гулял и где в чьих они они сидели да выгуливала там своего товарища вы знаете кто бы чтобы не сказал вот я считаю когда у тебя человек находится близкий родной в больнице в больнице находится гулять по торговому центру заходить сидеть смеяться и веселиться и гоготать там куда-нибудь да в общепит там в ту же чайхану они заходили но не до этого да кусок в горло не полезет вот так на минуточку да а уж про какие-то гулянки я вообще молчу у нас так не принято у наших людей у нормальных адекватных людей так не принято это как своего рода какое-то знаете глумление да близкий родной человек находится в тяжелом состоянии а вот прям такая необходимость была бежать куда-то веселиться и выгуливать своего товарища по торговым центрам досидеть в кафешках смеяться и гоготать ну не так себя ведут люди у которых болеют близкие и которые за них переживают далее друзья мои уралочка в начале своего ролика рассказывает о том что это видео у нас снималось аж целых три дня да да говорит мы тут и ездили в больницу и говорит делали операции и делали перевязки им там и так далее короче снимает уже видосы по три дня скоро наверное будут по полгода видосы пилить далее говорит про переживание да про название я уже сказала говорит поехали говорит с дуней к доктору ну и уралочка показывает как они с дуней сидят в салоне автомобиля она говорит исследует машину сидит с дуней да да она говорит смотрите говорит дуня всего так боится опасается и в этот момент когда уралка начинает говорить о том что дуня сидит всего опасается в этот момент этот дурак по другому я его не назову начинает сигналить и ржет и говорит а чё чё а чё она боится когда я сигналю хочется сказать тебя все дома вообще я конечно заранее знаю ответ на этот вопрос но это ненормальная ситуация ребят это опять же ненормальная ситуация да то есть кошка и так боится она по сути второй там раз в жизни да или там в третий едет на этой на вашей машине да она и так боится потому что понимает что она уже была в этой клинике да она понимает прекрасно что там все равно ей будет что-то делать больно неприятно и так далее да и этот еще берет и сигналит и прям ржут гогочит им весело смотреть на реакцию кошки которая боится но не так переживают вы знаете вот не так переживают далее уралочка начинает рассказывать про себя что вот она-то была в больнице на 8.15 у нее значит был талончик хирургу да друзья мои ну и говорит управились очень быстро а вот теперь говорит поехали вместе с дуне но все знают прекрасно что меня вчера не было ни на ютубе ни в телеграм-канале я уезжала на целый день вернулась поздно поздно вечером а я не видела и думаю что конечно же поход к врачу к своему она не показывала а как я сказала поликлинику она никогда не показывала один раз только постояла потопталась да за несколько метров от от поворот поликлиники от дверей поликлиники ну как то вот странным образом свою поликлинику она показать не может ребята да свою почему-то не может я не говорю ни в коем случае не заходить в кабинет к врачу на прием к врачу с камерой на перевес нет я про другое но показать свою поликлинику можно как ты заходишь туда да очередь там сидят люди еще что то что тут такого в этом нет ничего страшно Другие блогеры показывают. Но почему-то, знаете, от и до показала всю ветклинику, всю лечебницу, да, даже на приеме у врача, у ветеринара, когда они были, они снимали этот момент. Так все очень просто. Просто получается, что на приеме у врача, у своего, да, у хирурга она и не была. Раз она этого не показывает, значит, этого не было. Далее сидят и гогочат вдвоем. О, смотри, смотри, у нее, говорит, глаза по полтиннику-то, а не про Дуню, да. Ой, как она боится. Смотри, смотри, и гогочат. Ну, я не знаю, у меня было другое состояние, когда мы стерилизовали, ездили на стерилизацию кошки. У меня было другое состояние. Мы приехали, да, надо было еще предварительно сделать УЗИ. Там тоже брали кровь, на кровь брали, не помню, когда, может быть, даже заранее, за день до этого. Не суть важна. Дело не в этом. Я помню свое состояние. Я сидела, блин, дрожала больше, чем она. Когда муж меня забирал, и нам сказали, там, ну, подождите, там, около часа, да, сделают операцию, там, 40 или 45 минут. Я выходила из ветклиники, ребят. У меня, я ревела, я просто ревела, вся в слезах выходила. Он меня сидел в машине, успокаивал. И пока мы там куда-то просто ездили, уже нам звонят и говорят, все, приезжайте, забирайте свою Джесси. И мы вот на таких вот ватных ногах ее забирали. Никто не ржал, никто не гоготал, даже близко не было. Было страшно. Страшно, главное, чтобы отошла, чтобы все было хорошо, чтобы там вот за это боялся. А эти сидят в машине. Я так переживала за Дуню, думала, помру, пишет Уралка. Уралка, ты знаешь, по тебе не скажешь. Вот честно говорю, да, ты гоготала, как ненормальная. Ну, то, что этот полудурошный твой, да, обкуренный, гогочит постоянно, мы, собственно, к этому уже привыкли. Ну, гоготать, зная, что вы сейчас будете отдавать кошку на операцию, да, и ведь разные ситуации бывают. Это действительно, можно ведь и не отойти после наркоза. Разные бывают, и у людей бывают такие ситуации. И это же страшно. Ну, гоготать, а, смотри, как она боится, у нее глаза по полтиннику. Блядь, ты бы как себя вел, если бы у тебя вот такое, не дай бог, предстояло, да. Даже не думают. А ты бы не боялся, Сарафан, ты вообще всего боишься. Воды, рыбы, глаз рыбы боится, да. Детских аттракционов боится, еще сказки рассказывает. Я бы полетел, полетел. Ага, полетел бы ты, конечно, на парашюте, друзья, с парашютом. Далее. Далее, значит, раз десять обсудила, что вот взяли кровь, ну, значит, взяли кровь как раз-таки, да, у Дуни. На УЗИ, говорит, ой, говорит, силенки, силищи, говорит, у нашего кошаненка, говорит, такой маленький. А силищи-то, говорит, у кошаненка, говорит, боже мой, так много. Ну, и сказала, что будут делать операцию и так далее. Стоит опять, рассказывает. Вы знаете, вот мы никаких бы денег не пожалели. Вот знаете, говорит, да, мы, говорит, никаких денег на нашу Дуню не жалеем. И вот кто пишет, мы вообще такие люди последние отдадим и друзьям, и родственникам. Уралочка, ты забыла добавить, сарафана родственникам и сарафана друзьям. Со своими родственниками и друзьями ты знаться не знаешься, да. Она говорит, я себе что-то не куплю, а на Дуничку всегда денежки потрачу. Ну-ну, то Дуничка 10 лет без переноски, да, без нормальной еды, грязного мяса ей кинут. И то, когда Уралка кидает второй раз, уже говорит, Дуня, ну сколько можно есть, сколько можно есть. Я всякий раз смеюсь и говорю, бедные переживают вместе с сарафаном, что Дуня их объест. Только забывают, какими порциями едят мясо они и какими порциями съедает Дуня, да, тот самый кошаненок. Ой, говорит, силище-то у этого кошаненка, Уралочка, у тебя силище и дурище не меньше, да. Дури в тебе, я бы сказала, еще и побольше будет. Ну и как всегда, говорит, и не пишите нам всякую хрень. Так ты не снимай всякую хрень и писать хрень в таком случае тебе никто не будет. Далее, ребят, Уралка начинает рассказывать о том, как она вообще, в общем, как у них проходил вот этот самый момент после операции, как Дуня выходила из-под наркоза, она, говорит, она, говорит, нас вообще не подпускала на кухню. Она, говорит, мы не могли, говорит, зайти на кухню, говорит, пришлось, говорит, заказывать в узбекской кухне, говорит, еду. Сарафан поехал за ней, она, говорит, у нас была одна чайная ложечка. Дуня, говорит, рычала на нас там всяко-разно, говорит, не давала нам даже зайти на кухню. Она говорит, ну вот сегодня, слава богу, все успокоилось, она поспокойнее, она, говорит, уже дает себя гладить и так далее, а Сарафан говорит, я ее охранял до трех часов ночи. Сарафан, видимо, хотел проникнуть, друзья мои, на кухню, сожрать припасы, но не тут-то было, там сидела Дуня. Вы знаете, я бы могла в это не поверить, если бы сама не прошла через подобное. Еще до того, да, все вот наши животные, все наши кошки, кого мы стерилизовали, все абсолютно нормально, все это проходили спокойно. Как-то мне рассказывала жена брата про свою кошечку, которую она как раз-таки отвезла на стерилизацию и говорит, Галь, то, что творилось потом, говорит, когда начал отходить наркоз, она говорит, я такого не видела. Она говорит, у нас тут, говорит, рвала, метала, рычала и так далее. Я еще когда слушала, ну, жену своего брата, думаю, какую-то она фигню несет, думаю, как-то странно, я такого не видела, ну да, если не видел, кажется, что это какая-то, значит, фигня, да, сразу. Когда мы стерилизовали Джейску, все было нормально и так далее. Когда она вышла, отходила из-под наркоза, ребят, она рычала так, что я думала, в нее дьявол вселился. Это было так страшно и честно. Она, глядя на нас, постоянно рычала, агрессировала. Она вела себя так, что вообще это была не моя кошка. Я даже, мы даже представить себе не могли, что она так может себя вести. Но где-то это было с двух часов дня, и вот где-то только в два ночи или в три ночи она отошла, она подошла ко мне на своих ватных ногах, мяукнула, как обычно, вот с таким добром. И я расплакалась в этот момент, я ее начала гладить, понимая, что вот вернулась моя кошка. Представляете? Да, оказывается, такое бывает, поэтому представляю себе картину. Уралка с сарафаном сидели голодные, постоянно хотели жрать. Дуня заняла оборону на кухне, друзья мои. Дальше кухни их никуда, ну, вернее, на кухню их не пускала, да. Я понимаю прекрасно, что у них есть еще, да, холодильники у них там стоят, как говорится, да, еще. Это понятно. Ну, может быть, хотелось что-то там разогреть, может быть, не было столовых приборов, как они сказали, была одна чайная ложка. Но в любом случае, Дуня на них была очень зла. Уралка говорит, ой, а я еще овощей наварила на селедку под шубой. Вот, знаете, мне интересно, опять же, вот она говорит, я наварила овощи на селедку под шубой, но какая тут селедка, Дуня нас сюда не пускала. Уралка, а ты кому варишь? Вот мне просто интересно, ты кому готовишь селедку под шубой? Тебе ее есть категорически нельзя, вообще нельзя. Я понимаю, если бы ты себе приготовила винегрет, да, опять же, ты говоришь, там, сахар есть, сахара нет и так далее, но винегрет себе, да, овощи, да, вот ты бы приготовила себе овощи. Ты говоришь о том, что сарафан практически не ест селедку под шубой. Ты же говорила, вот-вот, буквально на днях, Абду не ест. Ты зачем готовишь вот это все с майонезом, с картошкой, с селедкой? И для чего, мне просто интересно, с какой целью? Ну, в общем, да, друзья мои, все как обычно, готовим исключительно для себя. Я, говорит, последний отдам Дуне. Я помню прекрасно все эти моменты, когда отрезалась по маленькому кусочку, когда Дуня просила второй раз, да, ну, что там ей раз дали, как говорится, да. Уже Уралка с сарафаном начинали за кадром, ну, Уралка в кадре, сарафан за кадром нервничать, что, мол, слишком много она ест, ну, прям мясная, 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 да, бедная несчастная Дуня прям могла объесть сарафанова с Уралкой, да. А Уралка, конечно же, конечно же, говорит, я последнее отдам Дуне. Уралка, последнее, что мне просто интересно, что именно ты имеешь в виду под последним? Короче, и любят, и обожают, и на руках кошку носят, да. Но, вы знаете, опять же хочется сказать, Уралочке, Уралочка, ты знаешь, вот трындеть ты любишь. Но порой забываешь, о чем ты говоришь, когда ты смеешься, что у тебя Абду стреляет из пистолета пульками, стреляет по Дуне, да, и вы гогочите, как ненормально. Я бы этот пистолет взяла бы, выкинула бы и дала бы Лиле ребенку, да, и объяснила бы, что вообще-то так к животным не относится, потому что, ну, это ненормально. Животных надо любить, они зависят от нас целиком и полностью. Ребят, вот такой у меня получился обзор, пишите, что вы думаете по этому поводу, оставляйте свои комментарии. Всех целую, обнимаю, всем пока-пока, и, конечно же, до новых встреч!